Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас опять автомобиль Toyota Dune 1996 года выпуска 3 литра дизель двигатель 3L простой, нетурбированный атмосферник сегодня мы на нем снимем форсунки двигателя, топливные форсунки и увезем их оттестировать заодно мы посмотрим, что вот здесь с первой форсунки подтекает, видать поддавливает солярку или с переливной трубки с обратки или что там течет будем смотреть похоже это с клапанной крышки течет масло, это не с форсунки течет интересно ладно, это мы сейчас снимем с клапанной крышки вот эту верхнюю накладку пластиковую, она идет как шумопоглощающая и будем снимать форсунки работая, это двигатель нормально но есть какие-то такие пропуски незначительные и поддымливает когда резко подкидываешь газу дым черный идет также мы заменим прокладку на термостате кольцо резиновое и заменим вот этот патрубок вот я показываю здесь вот дырочка в этом месте подтекает вот видно, что мокренькая антифриз подтекает притом при перепаде температур это происходит сейчас начнем с того, что откручиваем трос газа откручиваем кромстейн троса и снимаем верхнюю вот эту шумопоглощающую на клапанной крышке продолжаем делать откручиваем трос газа просто его ослабляем и вытаскиваем здесь он снимается легко выводим его из-за цепления поднимаю вверх вот мы его цепили шланг вакуумный лучше снять здесь снимем здесь отведем его из зацепления сторону а трос мы уберем в эту сторону теперь мы снимаем откручиваем кронштейн два болта головка на 12 убираем этот кронштейн пока не выйдет пока мы не снимем кожух откручиваем гаечки гайки здесь тоже на 12 предварительно ослабил здесь две гайки спереди и две гаечки сзади также снимаем две шайбы снимаем вот этот патрубок вакуума полностью снимать не будем отведем в сторону теперь приподнимаем крышку и снимаем ее шайбочки снять не смог прилиплю теперь снимаем вот этот патрубок вакуума ну вот можем снять теперь кронштейн вот у нас стало видно лучше форсунки что мы сейчас делаем мы сейчас берем компрессор и продуваем подтекает клапанная крышка надо менять прокладку крышка затянута крышка затянута но подтекает поэтому будем заказывать и менять прокладку клапанной крышки так сейчас мы снимаем предварительно форсунок со свечей накала с ними верхнюю шину вот эту здесь пластиковые колпачки стоят поднимаем эти колпачки и там гаечки открутим гаечки быстрее всего и восьмерочки или десяточки сейчас посмотрим так ну вот все снял сверху колпачки диэлектрики ослабил гайки здесь гайки как и говорил на головочку 10 сейчас мы их открутим и снимем магнитом чтобы не падали вот такая гаечка получается сама четверочка резьба головка десятка также мы откручиваем вот эту гайку магнитом очень хорошо поднимать гайки шайбы поэтому такая вещь необходима вот гаечка даже если она до конца не докручена ее можно магнитом когда она крутится легко докрутить ну а теперь снимаем шину вот машина сейчас нам уже можно пускать трубки на форсунки снять здесь крепление от кронстейна и надо будет снизу на тнвд их ослабить чтобы мы могли маленько их отвести в сторону что мы сейчас делаем первую очередь мы сейчас продуваемся ну таким образом все сдуваем назад вниз шуметь сильно не буду сейчас камеру пока выключен вот получается продул теперь убираем щек отпускаем вот эти гаечки ключ здесь на 17 так гаечки мы эти ослабили откручиваем вот эти кронстейны которые придерживают трубку вот снимаем вот эти пластинки верхние снял вот такая штучка получается за счет за того что раздавили на резине на резьбе плотненько сидит поэтому можно смело сбоку подбивать отвертку торец и поднимать ну что откручиваем подачу вот подачу мы открутили теперь ослабляем внизу подлазим вот здесь сзади и вот снизу четыре гайки ослабляем гайки я не же не ослабил когда уже будем устанавливать про гайки не забывайте их обязательно надо будет протянуть а теперь мы снимаем откручиваем вот эти гаечки также ключик на 17 можно взять головочку и ослабить их но при этом смотреть чтобы не крутилась сама трубка обратки трубка перелива снимая шланг с трубки шланг сняли и берем головочку на 17 ослабляем все гаечки мы ослабили теперь их откручиваем и снимаем теперь снимаем трубку перелива аккуратненько и приподнимаем на всех форсунках вот такая вот трубочка здесь под трубкой перелива стоят шайбы алюминиевые они с отверстиями вот если видно вот мне отверстие поэтому эти шайбы не потеряйте если мне память не изменяет форсунки должны быть либо на двадцать один либо на двадцать два быстрее всего на двадцать один сейчас попробуем вот пошла головка на двадцать два вот такая вот коротенькая форсунка судя по нагару она работала исправно сейчас возьму пакетик сложу их пакетик и увезу вот таким образом откручиваем все остальные форсунки подтянуто но идут нормально так вот что-то окислилось ну вот форсунки сняли сейчас везем их диагностировать если получится там снять сниму как их опрессовывают все, поехали прессовать давайте поменять плавно когда дают струя иголка, да, легла ну там уже купили вот такие распылители Denso 4 штуки, это их номер на этот автомобиль, на этот двигатель на 3L093400-5640 это номер по Denso так же имеется, вот идет какая-то у них маркировка NPDN-4PD57 сейчас будем устанавливать вот поставили новый распылитель затяжка идет 5 кг старый распылитель новый у себя большого не надо можно голову свернуть и 153 153 кг это первая, да? так, королючку ух ты 4 форсунки давление у двух 153 у одной 154 вот эта, которая 143 ее подняли на 157 получается сейчас у всех открытия от 150 начинается для старого ТНВД наношено, это нормально перевез в форсунки оттестировали их сначала проверили давление форсунки лили на 126 кидали уже брызгать начинали не распылять, а лить поэтому взяли новые распылители и поставили новые распылители сделали их на давление 153 почему не делали на 175 потому что ТНВД не перебирали ТНВД старенькое осталось он говорит есть такая вероятность что форсунки поменяете то есть давление поднимем 176 аппаратура может их не додавливать поэтому лучше не рисковать и делать такое давление такое давление так ну что ставим на место закручиваем форсунки и подключаем пробуем заводить и подключаем форсунки подтянули ставим на место рампу в перепускную в перепускную гайку и закручиваем гайки что гайки затягиваете буду сильно не перетягивайте потому что здесь чрезмерного усилия не нужно там по килограммам я не помню но я их динаметрическим ключом затягивать не буду пальцем в килограмме не буду Надо посмотреть мануал, подтяну их по руке. Так, вот их мы подтянули, теперь чтоб не забыть, сразу ставим трубку, на трубку сланг одеваем, спереди его обратно. И хомут на место ставим, наживляем, теперь трубки на место подводим. Субтитры делал DimaTorzok Так, это наживил, а это наживил. Теперь наживляем шину на свечи накала. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Вот, надеваем кольцо и наживляем. Также наживляем вот эти все гаечки на свечах сверху. И все, что мы сейчас наживляем, берем, протягиваем. Также вот эти поставим сейчас с двух сторон и сюда и там тоже наживим и протягиваем. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, ну что... Ставим шайбы И закручиваем гайки. И закручиваем гайки. Трос газа И проводим на место трубку вакуума. Вот эту подключаем. О, кронштейн встал. Нормально. Прикручиваем кронштейн. Я думал, что придется снимать. В прошлый раз у меня из-под трубки не вылазил. Такой свободный ход большой. Так. Ну все, мы это поставили. Это куда она упирается, интересно. Ну видно, так и было. Так. Ставим на место щуп. Ну и пробуем заводить. Что у нас получилось. Магнит убираю. Сверны. И снова из-под трубки Ну вот. Магнит убираю. И снова из-под трубу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Воздух. Перед этим менял топливный фильтр. Все-таки, видать, стекло где-то воздух завоздушилось. Пришлось подкачать еще раз. Сейчас поработает, прогреется. Заглушу и еще раз попробую. Заменил патрубок. Здесь дырка была. И прокладку термостата заменил. Показывать уже это не стал. Сейчас заведем. Попробуем, как она сейчас заведется. После того, как она постояла 20 минут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну все, работает устойчиво, ровно. Вот так вот форсунки меняются. Ладно. Всего вам доброго.